Всем привет! Сегодня у нас компания LEGO показала новые наборы по линейке LEGO Hidden Side, который уже выйдет совсем скоро, а именно в начале июня. Собственно, здесь нам представили 5 наборов, все они довольно интересные. Итак, давайте смотреть все по порядку. Надеюсь, что этот ролик не постигнет судьба моего прошлого новостного, и с ним будет все нормально, и вы сможете его осмотреть, и сможете посмотреть эти новые замечательные наборы. Итак, собственно, здесь у нас присутствуют 3 фигурки. Это, собственно, Паркер, которая в такой новой одежде. Телефон, кстати, тоже немножко изменился. Здесь у нас изображены другие монстры. То есть телефончик немножко изменили. Это радует. Ну и одежда такая, как у аквалангиста. Интересно, будет ли в этом наборе какой-нибудь шлем. Также еще присутствует такая акула. Вроде модель старая, но так интересно сделали глаз. Но, как по мне, лучше бы вся акула была такими зелеными разводами. Также у нас присутствует еще вот такой вот новый персонаж. Насколько я понял, это вроде призрак, но он вроде как у нас добрый. Собственно, у меня такая повязочка, как у ковбоев. Шляпа. В общем, фигурка тоже необычная. Опять же, вставляют вот эти вот штуки сбоку. Я не знаю даже, как они правильно называются, но это для игры, где надо крутить. Они сейчас их положили во все наборы, которые уже во второй линейке Hidden Side выходил. Кстати, у меня очень много было обзоров. Можете зайти посмотреть, кто не видел. Везде кладут эти круги. Я, как правило, их потом снимаю, чтобы они не мешали. И также еще вот такой вот необычный персонаж. Это даже вроде как не монстр. Не совсем понятно, кто это. Но, думаю, потом выйдут мультики, которые нам все это разнесят. И такая очень крутая еще субмарина. Чем-то похожа на те, которые выходили у нас на наборе по Бэтмену. Также все эти похожи. Но здесь очень интересный принт. Я надеюсь, что это будет принт, а не наклейка в виде такого лица. Это выглядит действительно очень прикольно. Ну и также еще в качестве дизайна. Тут всякие у нас растения разложены. Также на щетенок сырыцель тоже у нас как будто какие-то корешки. Наборчик довольно маленький, но проработан, как по мне, довольно хорошо. Следующий набор уже побольше. Это у нас вот такая вот тюрьма. Здесь, конечно, у нас присутствуют стандартные мини-фигурки. Например, Джек, собачка Спенсер. Также Эльфу Ега. Кстати, у него в руке непонятно, что это такое. Но мне кажется, это старая деталь. Из двух таких собиралась. То есть как факел у нас как будто. И сверху такая точка. Не уверен, что это новый. И плач, скорее всего, из этого нового материала, который легко гнется. Не стали здесь менять. Также новый персонаж здесь у нас присутствует. И охранник, который превращается в монстр. И также такая маленькая собачка из мини-фигурок. Но что касаемо дизайна этой тюрьмы, или это блокпост. Не, мне кажется, что, скорее всего, это тюрьма. Потому что тут камеры для заключенных. Опять этот круг сбоку у нас здесь. Также еще вышка, куда можно будет поставить персонажа. В общем, места здесь довольно много. Но, к сожалению, охранник всего один. Могли бы дать парочку. Также вот это, по ходу, баскетбольный мяч. Хотя очень давно у нас выходили нормальные баскетбольные мячи. Но сюда положили просто такую точку. Хотя, возможно, он сдувшийся, что заброшен. Никто уже не пользуется. Также пальма, что, видимо, где-то у нас в теплом месте происходит. Ну и также здесь вроде как будет превращаться в монстра. И вот это, получается, зубы. Также у нас имеется еще изображение, как он будет выглядеть сзади. Немножко размытое. Но мы можем посмотреть, что вот эти вот когти будут по ходу как-то отсюда вылезать. Чтобы мы могли превратить в монстра. То есть вот это вот у нас рот. А вот это вот уже такие лапы. А также внутри еще вот это, получается, скорее всего, туалет. Также здесь еще какая-то бутылочка, которая очень давно выходила. Также здесь еще вот такая вот кроватка. Ну, собственно, внутри практически ничего нет. Вот здесь еще какая-то палка. Не знаю, что это такое. Собственно, этот набор лучше всего держать, когда он к вам развернут пельда. Потому что внутри детализация как-то не особо очень хорошо сделана. Следующий набор уже побольше. Чем-то он похож на тот самый автобус, который у нас выходил до этого. Я делал тоже на него обзор. Но на этот раз была взята пожарная машина. Сверху прикрепили вот такой вот огромный бластер. Но сама по себе мне такая машинка не нравится. То есть здесь очень много всяких обвесов. Вот постройка. Мне здесь что-то особо не зашло. Но мини-фигурки прикольные. То есть здесь парки-джек стандартные. Доктор тоже стандартный. Вот этот вот очень прикольно сделан. Такого, конечно, можно самому собрать. То есть у нас коробка, которая ходит на ногах. Действительно очень необычная. И также еще вот такой вот чудик. С таким мачете. У него такие глаза еще из капюшона как будто светятся. Очень уж сильно у меня напоминает тех самых персонажей, которые были в фильме Стражи Галактики. Там в первом фильме похожие существа были. Не знаю, мне чем-то прям напоминает. Но в принципе здесь, казалось бы, вроде ничего еще интересного нет. Но здесь у нас появляется такой необычный персонаж. То есть это у нас тот типа монстра, которых рисуют на коробке. Обычно их видно только через игру. Но здесь его сделали таким настоящим. Немножко странно выглядит. У него еще голова. Вот такой вот закругленный бочонок, на который нанесли пылинт на плечники в виде щитов и знакса рыцаря. Выглядит он, конечно, весьма странно. Чем-то мне напоминает Слендермена. Ну дальше у нас еще идет вот такая вот машинка. Наборчик совсем простенький. То есть здесь у нас скорее всего будет... А, нет, смотрите, третья мини-фигурка еще будет. Это скорее всего, я думаю, что две просто. А вот это, оказывается, у нас настоящий бут. Вот сверху видно. Это скорее всего тот самый, который в первом наборе с субмариной выходил. Но, как по мне, наборчик вообще не очень. Потому что, ну, постройщик какая-то довольно скучноватая машинка. Конечно, надо смотреть все вживую. Вот это, кстати, череп сюда положили. Такой раньше выходил в наборах по Вестон похожий. Еще один вот этот вот Страж, будем так его называть. Кстати, очень понравился шлем. Такой выходил лет 10 назад в наборах Лего Кассел. Ну, как всегда, самый интересный набор. Это самый большой. Это у нас такая огромная крепость. Похожий замок у нас уже выходил. Когда-то очень давно была линейка Лего Монстер Файтерс. И там был похожий замок вампиров. Здесь же у нас, скорее всего, по дизайну что-то похожее. Опять же, такие башни. Мне только интересно по поводу цвета. Скорее всего, он будет такой бежевый. Мне хотелось бы, чтобы они сделали его серым. Но, походу, он будет бежевый. Потому что вот эта вот часть астрономической башни, она уже такого цвета, как в Гадди Поттере у нас, допустим, Хогварт сделали. Вот такой же цвет. А это просто у нас такое оттенение, как будто. Здесь сразу же можно получить все крутые мини-фигурки новые. То есть, во-первых, мы получаем вот этого охотника. Также мы получаем два стража минимум. То есть, вот и вот в таких новых крутых шлемах. И также еще вот такого вот персонажа. Скорее всего, это главный злодей, который стоит за всеми этими монстрами. Помните, я говорил вам, когда делал один из своих обзоров, что уже как-то приелись вот эти вот монстры, когда у них зеленые головы, как будто они все такие призрачные. И хотел, чтобы сделать каких-то уникальных монстров. И вот, пожалуйста, мы с вами получаем новых монстров. То есть, вот такие вот, также еще вот такой вот главный злодей. И наборы стали реально намного интереснее. И главный замок. К сожалению, мы не можем посмотреть, как он выглядит сзади. Но я уверен, там все на высоте. Наверняка там есть и какая-нибудь тюрьма, и какая-нибудь лаборатория. Очень много мест, где можно поиграть. И этот набор довольно интересный. Постараюсь себе обязательно его приобрести, сделать на него обзор. Потому что здесь очень крутые мини-фигурки. Кстати, что касаемо вот этого чудика. Очень сильно напомню тот, который выходил в серии по мини-фигуркам. Приложу вам фотографию. Согласитесь, что-то похожее есть. Ну так, конечно, наверное, многие будут называть Флендермена. Потому что чем-то они реально похожи. Ну что, пишите в комментариях, что вы думаете по новой серии Лего Хидден Сайт. Понравилась ли она вам, или вы ожидали больше. Какие наборы вы хотели бы себе приобрести. Мне, наверное, больше всего понравился вот этот вот замок. Ну и первый маленький набор с субмариной. А также смотрите остальные мои видеообзоры. У меня очень много обзоров на наборы по Лего Хидден Сайт. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok